МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нелепая смерть. В столице в автокатастрофе погибли два титулованных гонщика. Где оседают миллиарды? ООН рассказала, сколько денег было спрятано в офшоры. Судебные судороги. В Ишгороде сегодня должны были решать, как наказать местного мажора за смертельное ДТП. Прошлой осенью он, находясь в состоянии наркотического опьянения, как утверждают ИСЦИ, сбил насмерть женщину. Первое заседание закончилось в пользу обвиняемого. Разбиралась ситуация Татьяна Авинникова. Ты верни мне детям. Я ничего не хочу. Это две семьи. Росошанские и Сапатинские. Обе из поселка Демидов Выжгородского района. Именно там 30 сентября прошлого года случилась трагедия. Восемь утра Дмитрий Росошанский сбил насмерть, идущую вдоль дороги Светлану Сапатинскую. Ей было 26 лет. Без матери остался 4-летний сын. Он ее снес. Она залетела на капот, разбила головой лобовое стекло. У нее была мотива смерть. У нее было много травм телесных. Сегодня родные погибшие митингуют возле Выжгородского суда. Требуют посадить Росошанского в СИЗО на время судебного разбирательства. Пока он только на ночном домашнем аресте. Семья Светланы уверена, Дмитрий Росошанский виновен и должен получить срок. Но в том, что его накажут, сомневаются. Говорят, ближайший родственник Росошанского – местный судья. Он ходит сам, рассказывает, с ухвалу себя поводит, насмехается над тем, что случилось. Он рассказывает, что мне ничего не будет, потому что у меня дядька судья. Куприенко Сергей Исакович – это судья Выжгородского райсуду, который работает в 1992 году, который очень долго перебывал главой Выжгородского райсуду. Он является дядьком водителя Росошанского Дмитра Юровича. Родственники погибшей заявляют, за Дмитрием Росошанским тянется вереница преступлений. Угон автомобиля, групповое нападение и грабеж – изнасилование. Но каждый раз его отпускают безо всяких наказаний. А еще рассказывают, в 2010-м за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения у него могли, но не отобрали права. Они с первого дня начали клевету на мою семью говорить, что папа прокурор, что я за насильство сидел и пошло-поехало. То есть это я не судим, я нормальный образ жизни веду. Да, у меня тут работает родитель. Он с судьей работает все жизнь. Я кого не видела, 50 лет. Вот мне 58. Я его видела вот такой еще дитиною. Это первое после трагической аварии заседание суда. Длилось оно считанные минуты. Это то, что судовое заседание, особенно закончено. Оказалось, не пришел главный в деле потерпевший – муж Светланы. Но родные погибшие уверены – судебное рассмотрение затягивают. Кодекс прямо говорит, что если есть возможность рассмотреть и решить вопросы за отсутствие потерпевшего, то суд это делает. То есть мы считаем, что сегодня откладывание было чисто формально. Сам подозреваемый говорит вот что. Это несчастный случай, я считаю. Я этого не хотел, еще раз повторяю. Я очень сожалею, что так произошло, но я этого не хотел. После сегодняшнего заседания с Росошанского сняли ночной домашний арест. Теперь он совершенно свободен. Чем закончится следующее заседание суда, узнаем уже 30 мая. Татьяна Авинникова и Владлен Ноль. Подробности – телеканал Интер. Стрельбу по одесским журналистам квалифицируют как покушение на убийство. Нападавших до сих пор разыскивают. За информацию о том, где они скрываются, в полиции обещают вознаграждение – 50 тысяч гривен. Личность водителя Иномаркина, которой передвигаются злоумышленники, уже установили. На него же зарегистрировано ружье, из которого стреляли по сотрудникам 7 канала, сообщили в полиции. Версии отрабатывают несколько, все не называют, но среди них – журналистская деятельность и бытовой конфликт. Напомню на журналиста и двоих операторов Одесского 7 канала, трое неизвестных, напали прямо возле офиса. Сначала медийщиков избивали, затем один из нападавших достал из машины ружье и открыл огонь. 19 миллиардов гривен выделит правительство на ремонт украинских дорог. Работы начнутся уже в мае-июне. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, инспектируя Новообуховскую трассу. Здесь проводят капитальный ремонт участка Киевзнаменка. 29 километров вместе с переходами, развязками и новым освещением обойдутся в 57 миллионов евро. Деньги взяли в кредит у европейских банков. Ремонт планируют закончить в следующем году. Как и Новообуховскую трассу, капитально ремонтируют отрезки дорог еще в двух направлениях. От столицы, Одесском и Харьковском. И тоже за кредитные средства. Остальные кредиты, которые взяли в Световую банку, остальные, скажем, 560 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на Харьковский напрямок сейчас. Можем дойти до межи Харьковской области. Наказаны за вырубку. Начальник экоинспекции Ивана Франковской области будет уволен. А начальнику госэкоинспекции Украины Андрею Заике объявят выговор за то, что не контролировал, как подчиненные на местах выполняют должностные обязанности. Такой итог поездки министра экологии и природных ресурсов Остапа Семирака на Прикарпатье. Там он осмотрел места массовой вырубки леса в Национальном природном парке Гуцульщина. По дороге туда авто министра остановили и заблокировали местные жители. Требовали прекратить уничтожение леса, провести расследование и наказать тех, кто допустил и крушует вырубку. На трассу люди вышли, когда им не удалось пообщаться с главой Минэкологии в райадминистрации. Министр пообещал людям встретиться и поговорить, когда сам увидит масштабы незаконной вырубки. Двое инспекторов Харьковской таможни погорели на горячем. В СБУ раскрыли схему получения взятки на 15 тысяч гривен. Во время одной из спецопераций задержали инспектора при получении части суммы. Как утверждают в СБУ, сотрудники таможни систематически вымогали деньги у нарушителей, обещая не привлекать их за это к административной ответственности. Российские тюремщики подготовили документы для экстрадиции Надежды Савченко. Однако и это не является гарантией скорого возвращения нашей соотечественницы домой. Кто будет принимать окончательное решение? Все подробности у Данила Русакова. Надежду Савченко ждет очередной суд. Уже точно известно, слушания пройдут в Ростовской области. Федеральная служба исполнения наказания подготовила все необходимые документы для экстрадиции. Соответствующий запрос в пенитенциарный орган направил российский Минюст. Накануне адвокаты-летчицы в спешном порядке прибыли в Новочеркасское СИЗО. По словам юристов, тюремщики просили как можно быстрее помочь Надежде оформить все необходимые бумаги. Обычно выдача длится от полугода до года. Но в данном случае есть вероятность ускоренной процедуры, говорят защитники. Впрочем, окончательное решение примет суд по месту отбывания наказания. Соответствующее ходатайство туда должны подать российские власти. Украине Надежду Савченко планируют передать по конвенции о выдаче заключенных для отбывания наказания. Теоретически принимающая сторона должна дать гарантии исполнения приговора. Однако в случае с украинской летчицей это скорее бюрократическая формальность. Приговор Александрову и Ерофееву, которых обвинили в терроризме, Москва тоже должна признать. Ведь их планируют направить домой по той же самой международной конвенции. Состояние Надежды Савченко сейчас удовлетворительное. Свой 35 день рождения 11 мая она встретит в тюрьме. Однако рассчитывая долгожданное освобождение уже не за горами. Данил Урсаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Тишина на Мариупольском направлении продолжается уже почти вторые сутки. Лишь несколько раз боевики открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Используя этот момент затишья, наша съемочная группа побывала на освобожденной от боевиков части Широкина. Подробнее об этом в материале нашего военкора Александра Пантелеймонова. Это на вид абсолютно обычное здание сельской школы играло огромную роль в битве за Широкина. Именно здесь располагался командно-наблюдательный пункт боевиков. Вот еще осталось даже немало предметов их обихода с характерными лозунгами. Можно зайти, в принципе, наши инженера постарались, разминировали. Любопытно то, что здесь, в покинутом логове боевиков, на стене сохранился плакат с портретом Тараса Шевченко и текстом национального гимна Украины. Очевидно, что их больше интересовало не то, что расклеено на стенах, а вид, открывающийся из этих окон. Отсюда хорошо видны наши тогдашние позиции. Отсюда они тоже добрый огонь вели, когда еще были в селе. Формы были российские, и патроны были там российские. Теперь боевики остаются за пределами поселка, хотя вернуться время от времени пытаются. Иногда Широкина обстреливают, окраины часто прочесывают диверсанты. На праздники, правда, их активность снизилась. На Пасху они приутекли. Вот, крайний обстрел был в субботу, по нашему упорному пункту поработал минометик 120-й. Вот, ну, на этом, в принципе, все утихло. Была только пьяная беспорядочная стрельба с их стороны. Широкина под надежным контролем наших морпехов. На гражданские свои дома смогут вернуться только когда противника отбросят и еще дальше, говорят военные. Ведь очередной обстрел тут может начаться в любой момент. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Кому принадлежит БУК, сбивший малазийский Боинг летом 2014 года на Донбассе, установили журналисты международной группы расследований Бейлинкет. В опубликованном отчете указано, стреляли из самоходной огневой установки под номером 332. Средняя цифра номера была повреждена и идентифицировать установку оказалось сложно. Журналисты сопоставили десятки фото армейской техники, опубликованных за последние годы. 332-й БУК выдали характерная вмятина, белые отметки на шасси и комбинация подключения кабелей к пусковому устройству. Это установка оружия российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе города Курска. В Кремле в достоверности данных Бейлинкет засомневались, от комментариев отказались, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сослался на расследование российских экспертов и предложил ориентироваться именно на их информацию. В украинском же МИДе отчет международной группы расследователей пока тоже никак не комментирует. Российский Росатом за частичное возобновление зоны свободной торговли СНГ с Украиной. Проект соответствующего президентского указа опубликован на федеральном портале. В документе предлагается освободить от таможенных пошлин ряд украинских изделий из черных металлов, которые используются для производства парогенераторов, реакторов и другого оборудования российских АЭС. В противном случае опасаются атомщики не избежать многомиллионных издержек и срыва сроков поставки оборудования. Я напомню указ о приостановлении договора о зоне свободной торговли в отношении Украины с начала этого года. Российский президент Путин подписал в середине декабря. Более 200 миллиардов долларов перевели в офшоры крупные мировые компании только за прошлый год. Эти данные обнародовала Организация Объединенных Наций. Кто больше всех прячет деньги в тень, изучал отчет наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко. Если быть совсем точным, то в докладе конференции ООН по торговле и развитию называется сумма 221 миллиард долларов. Именно столько средств, по данным Организации Объединенных Наций, компании вывели в офшоры в прошлом году, скрываясь от налогов. Причем по сравнению с 2014-м этот показатель серьезно вырос. Чаще всего компании идут в Люксембург, а это при том, что в прошлом году там ужесточили правила регистрации и обмена финансовой информацией. Среди других популярных направлений денежных средств британские Виргинские и Каймановые острова. Туда ушли 72 миллиарда долларов. Вообще же, по данным ООН, в последние годы все больше средств выводится из стран с развивающейся и переходной экономикой. Речь в частности идет о России и Бразилии. В Организации Объединенных Наций бьют тревогу, ведь таким образом этим самым экономикам наносится серьезный ущерб. Показательные цифры. С 2010 по 2014 год компании из Китая, Гонконга, России и Бразилии вывели в офшоры Карибского бассейна 65% всех средств. Китай, например, направил 45 миллиардов долларов, России 77. В США хоть и стабильная, а не переходная экономика, но тоже выведена из-под налогов 93 миллиарда. Разговор об офшорах в последние недели активизировался, в частности, после того, как был опубликован так называемый Панамский архив. Кстати, совсем скоро обещают новую порцию документов, утверждая, что уже опубликованная лишь малая часть из существующего массива документации. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Дело на 300 миллионов долларов. Татарстан подал иск в международный арбитраж по делу об изменении долей акционеров в Укртатнафте. Об этом пишет информагентство Интерфакс. Татарстан обвиняет украинскую сторону в нарушении соглашения о взаимной защите инвестиций. Киев и Москва подписали его еще в 1998 году. По мнению ИСЦА, украинские суды нарушили пункты этого документа, приняв решение, в результате которых доля Татарстана в Укртатнафте существенно снизилась. В 2014-м международный арбитраж обязал Киев выплатить Татнефти компенсацию в размере 112 миллионов долларов, плюс проценты по делу Укртатнафты. А в прошлом году Минюст Украины направила партнерам письмо с предложениями по решению спора, но их не приняли. Напомню, в марте Татнефть подала иск в британский суд на нескольких украинских бизнесменов группы Приват. Компания требует возмещения более 300 миллионов долларов. Якобы в 2009-м бизнесмены мошенническим путем присвоили деньги причитавшейся компании за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ, принадлежавшей Укртатнафте. Выплата долга России в размере 3 миллиардов долларов переносится на неопределенный период. Петр Порошенко сегодня подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату этого займа. В первоначальной версии документ предусматривал запрет до июля этого года. Теперь, согласно закону, его могут отменить, если Киев и Москва договорятся о реструктуризации кредита. Акция протеста на заводе в Житомирской области пока лишь предупредительная, но в случае невыполнения своих требований работники государственного предприятия грозятся даже железную дорогу в регионе заблокировать. Чем так недовольны люди, расскажет Ярослав Кречко. Пока это не митинг, а лишь небольшой перерыв на собрание коллектива. Работники Карастенского завода железопетонных шпал советуются, как отстоять должность для своего руководителя Василия Куницкого. Он начинал на заводе как слесарь, а последние 20 лет стоит у руля предприятия. Я вообще самая первая предложила, выходим на железную дорогу, перекрываем все это. И сразу все узнают, нельзя такое делать. Там, где люди работают, там, где коллектив работает. Этот завод был в руинах. Было стыдно говорить, что я працанец этого завода. В данный момент образец завода. Завод ЖБШ в Коростоне на 100% принадлежит государству. Находится в подчинении Укрзалезницы, где и решили по итогам ревизии уволить его руководителя. Несмотря на то, что прошлый непростой год, говорят на заводе, они закончили с прибылью почти в полмиллиона гривен. А в первом квартале этого доход уже превысил 700 тысяч. Прокомментировать такое решение сегодня в Укрзалезнице не смогли. На своем сайте госпредприятие обвиняет завод ЖБШ в покупке и продаже неких металлических креплений на 130 миллионов гривен. Наше предприятие не использует металлические крепления в производстве. Данное металлическое крепление закуповывалось на закупление самой той же ПАД Укрзалезницы и реализовалось для той же ПАД Укрзалезницы. Кроме того, на это мы получили письмовую сгоду члена правления ПАД Укрзалезницы. В Укрзалезнице уже объявили открытый отбор кандидатов на вакантную должность. Призывают коллектив не саботировать работу. Но в Коростоне мириться с увольнением руководителя завода ЖБШ не хочет ни коллектив, ни местная власть. Пока завод не останавливается. Более чем полтысячный коллектив работает в две смены. Но если потребуется, говорят, от разговоров перейдут уже к митингам. Ярослав Кречко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Жуткое ДТП в центре Киева. Сегодня утром в автокатастрофе погибли два известных украинских гонщика. Прошлогодний чемпион страны по ралли Алексей Долот и серебряный призер соревнований Тарас Колесник. По предварительным данным автомобиль Volkswagen, в котором находились гонщики, ехал на большой скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в опору эстакады. Колеснику было 32 года, Долоту всего 20. В Харькове похитили герб Украины. Государственный символ исчез ночью с обелиска братской могилы жертв нацизма в центре города. Уже открыто уголовное производство за надругательство над госсимволами. В мэрии пообещали. Герб восстановят до 9 мая. Стелла на проспекте Правды уже не первый раз страдает от вандалов. Прошлой весной ее пытались взорвать диверсанты. Тогда разворотило основание флагштока. Его пришлось заменить. После этого в мэрии, кстати, обещали поставить вокруг камеры наблюдения. Но так этого и не сделали. Но сейчас, впрочем, снова обещают. Сейчас по этой теме работы, я тоже думаю, есть поручение городского головы, чтобы там стояла видеокамера. Я думаю, что в течение, ну, самой больше двух недель мы постараемся, чтобы там появилось. Заложники подземелья. Уже второй год жители опытного, что вблизи Донецкого аэропорта, ночуют в подвалах. Но при этом не теряют надежды на мирную жизнь. Общалась с людьми наш военкор. Ирина Баглай. Поднадзором земли в блоки. Вот у нас прямое попадание было. Их в селе опытным, кто не выезжал за два года войны, 10 человек. Виталий Евдокимович вспоминает первый обстрел, после которого квартиру сменил на подвал. Обзрыв первый был вот возле лавочки. Снаряды давно уже не рвутся, но они по-прежнему живут в подземелье. В опытном уцелевшего дома не найти. В квартирах гуляет ветер, холодно. Вот она, буржуечка. Вот на этом. Кастрюльку. Или вот. Сковородку. И одним боком крутишь, варишь. Долго приходится? Конечно, долго. Сейчас два, а то и больше. Вот малину обрезала. Там посела морковочку, лучок, помидорчики, посажу огурчики. Мария Ивановна полтора года не была в родном опытном. До войны здесь жили научные сотрудники исследовательской станции. Обстрелы сделали их бездомными. Пришлось переселиться в соседнюю Авдеевку. Стало тише, и люди начали возвращаться. Все возвращаются, не только шля. Полный химик, нас больше ста человек. Поработают на огородах и назад в Авдеевку. Здесь и днем, говорят, небезопасно. Мы тут тоже сильно не хотим. Сейчас как застреляют, и задумают. Тут уже так большие вроде как не летают, а вот тут пули только так сверкают. Военные успокаивают взрыв. Это боевики проводят разминирование в Донецком аэропорту. Видимо, к чему-то готовятся. Мы там мало что бачим, в принципе. Но чуем там технику. Какую? Ну, есть и бехи бачу, и чуем ее по всему. Тяжелая техника. Пока орудия молчат, военные фиксируют очередную попытку диверсантов проникнуть на их позиции. В этот раз армейцам стрелять не пришлось. Хотели подойти, не получилось. Один ушел, другого несли. Получается, ушел в сторону. Я сам себя поймал. Вот и все. На растяжке. Во время режима тишины боевики традиционно укрепляются. Строят блиндажи. Знают, что военные приказ не стрелять не нарушат. Пускай лучше белый флаг поднимают. Подходят так. Стрелять не будете? Не, не будем. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. Жилье для переселенцев. В Кострижевке Черновицкой области вручили ключи от новых квартир семьям беженцев из Донбасса. Где теперь они будут жить и в каких условиях, проверяла Ольга Паломарюк. Металлопластиковые окна, евроремонт в этих красивых комнатах. Не узнать некогда заброшенный этаж общежития сахарного завода. Почти год его ремонтировали за деньги Евросоюза. Местные волонтеры выиграли грант. Это больше 200 тысяч евро шукали пристойные условия с возможностью працевлаштования и возможностью быстрого ремонта. Здесь поменяли все, от крыши до лампочек. Отремонтировали 13 квартир, 10 однокомнатных и 3 двухкомнатные. Сделали два санузла, кухни, установили электрические плиты, бойлеры, стиральные машины. Восьмилетний Даня деловито осматривает свою комнату. Его семья бежала из Луганска. Волонтеры помогли снять квартиру в Черновцах. Теперь у семьи новое жилье. Какой шкаф. Добрый день. Заходи в Бутинск. В соседней квартире обустраивается Александр, тоже из Луганска. Его летом 2014-го террористы захватили в плен за проукраинскую оппозицию. Избивали сутки. Еле живого мужчину нашли волонтеры Красного Креста. Подлечили и дали денег на дорогу. Так он оказался на Буковине. Позже переехала его мама. Был расколотый череп. Били прикладами. Не знаю, чем. Потім мы месяц скривалися, потому что приходили, питали, как мое самочувствие. Ключи от новеньких квартир сегодня вручили девятерым семьям. Переселенцы уже думают, как обустроить быт и где искать работу. Ура! Можно переехать и не зависит ни от кого. Потому что свое то есть свое. Там не скажешь, коли встать, коли лягти, что сделать. Жилье для переселенцев бесплатное. Жизнь здесь будет сколько надо, говорят инициаторы проекта. В ближайшее время заселят еще несколько семей. А идеи создания такого донбасского общежития уже заинтересовались в соседних районах области. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновицкая область. Беспорядки во Франции, продление пограничного контроля и либерализация визового режима для граждан Турции. Как все это связано с миграционным кризисом, расскажет Татьяна Лагунова. Бутылки, камни и слезоточивый газ. Так проходила эвакуация лагеря для беженцев в одном из районов Парижа. Рано утром полиция начала операцию по переселению более тысячи мигрантов из Судана и Афганистана в другие приюты французской столицы. Помешать полиции попытались активисты правозащитных организаций. В результате столкновений есть пострадавшие. Ранения и травмы получили как стражи правопорядка, так и протестующие. Тем временем европейские государства не спешат отменять пограничный контроль на своих границах. Многие страны шенгенской зоны ввели его из-за наплыва беженцев еще в прошлом году. Сегодня же Еврокомиссия предложила продлить проверки еще на полгода. Еще одно предложение отменить визы для граждан Турции. Сегодня Еврокомиссия порекомендовала Европарламенту и Совету Европы одобрить это решение. Взамен на согласие Анкары помочь Евросоюзу с урегулированием миграционного кризиса. Либерализация визового режима касается коротких поездок сроком до трех месяцев и не дает права на работу на территории ЕС. Сейчас мы можем начать необходимые процедуры. Надеемся, они будут завершены до конца июня. Сначала этот вопрос обсудит Европарламент. Впрочем, в Еврокомиссии подчеркнули, визовый режим не отменят просто так. Анкара должна выполнить все необходимые условия. В частности, это борьба с коррупцией и соблюдение прав человека. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Круг кандидатов на президентское кресло США резко сократился после праймерис в штате Индиана. Сенатор Тед Круз, который считался главным конкурентом бизнесмена Дональда Трампа, объявил о своем выходе из гонки. Таким образом, технически Трампу уже никто не может составить конкуренцию за право быть кандидатом от республиканской партии. У демократов победу в Индиане одержал сенатор Берни Сандерс. Однако, эта победа ненамного добавила ему голосов, и догнать свою конкурентку Хилари Клинтон ему уже вряд ли удастся. Напомню, сами выборы президента США состоятся в ноябре. И менее серьезные новости из-за рубежа. Кто и чем сегодня удивлял, все узнаете из нашего обзора. Полицейские из новозеландского Окленда, авторы интернет-сенсации, на парковке сняли танцевальное выступление под хит 90-х «Майбу». Плясали всем участкам. Руководство полиции артиста в форме похвалило. Говорит, клип сняли в свой выходной, повышая таким образом доверие к копам. Видео моментально стало популярным. Меньше чем за сутки клип набрал почти 5 миллионов просмотров. Это больше, чем население самой Новой Зеландии. Там же, в Новой Зеландии, установлен рекорд по вертикальному свободному погружению. Дайвер Уильям Трабридж нырнул на глубину 122 метра и пробыл под водой 4,5 минуты. При этом баллонов с воздухом у Трабриджа не было. Из всей амуниции он использовал только гидрокостюм и ласты. Предыдущий рекорд новозеландец улучшил на 1 метр. Лейтенант военно-морского флота Норвегии прославился в Инстаграме. Многие женщины хотят с ним познакомиться и советуют ласту Матбергу поменять профессию. За три года на аккаунт военного, похожего на викинга, подписались больше 100 тысяч человек. Матберг говорит, в тренажерный зал не ходит, вместо тренировок колет дрова во дворе. Как точно определить, силиконовая ли грудь, показала модель из Таиланда. Ведь чудо-чайчом провела эксперимент. Выключила свет и подсветила свою грудь фонариками двух смартфонов. Оказалось, силикон просвечивается изнутри. Ролик тайской модели собрал больше 5 миллионов просмотров. Большая мода вернулась на Кубу. Впервые за полвека на Острове Свободы прошло международное дефиле. Показ устроила фэшн-компания Шанель. В Гавану лично прилетел ее директор Карл Лагерфельд. Товары Шанель на Кубе не продаются, поэтому поглядеть на заморские новинки моды пришли тысячи кубинцев. В Гавану прилетели и голливудские звезды. Вин Дизель, Тильда Суинтон и модель Жизель Бюндхен. В Тайване сегодня отмечают международный день звездных войн. Сотни людей надели костюмы из киносаги и вооружились бластерами и мечами джедаев. День звездных войн – праздник неофициальный. Его придумали фанаты фильма. Дату выбрали не случайно. На английском языке фраза Люка Скайуокера «Да прибудет с тобой сила» созвучна со словами «Да прибудет с тобой 4 мая». Евровидение на носу. В Стокгольм начали съезжаться участники главного песенного конкурса Европы. Вылетела и «Надежда Украины» Джамала. Провожала певицу и моя коллега Екатерина Доброгорская. Именно эту песню Джамала, представляя нашу страну, будет исполнять на Евровидении. 1944-й так называется композиция. Она о депортации крымско-татарского народа. Перед вылетом в Стокгольм певица рассказала, ее главная задача на конкурсе – донести до каждого зрителя смысл своей песни. Каждый раз я выходу и просто занурюсь в свою историю, и мне нужно достать снова и снова с сердца эту боль, чтобы каждый глядач почувствовал ее, чтобы у каждого глядача были мурахи, чтобы он понимал, если он не понимает английский, если он не понимает крымско-татарский, но он понимал, про что я спеваю. В аэропорту Джамалу заметили и поклонники. Сделали фото на память, пожелали победы. Мы верим в то, что она победит. Только удача. Я очень люблю ее творчество. Мы будем очень болеть, переживать и желаем, чтобы она победила. Напомню, на отборочном туре за Джамалу проголосовали 142 тысячи украинцев. Первое место отдали певице и на фестивале European Song Opening 2016. Именно он считается своеобразным экзит-полом перед самим Яровидением. Финал конкурса пройдет 14 мая. А вот выступление Джамалы можно будет увидеть уже 12-го, во втором полуфинале. Она выступит под номером 14. Екатерина Доброгорская, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Это были главные новости этого дня. Спасибо, что смотрели. Я с вами прощаюсь. До встречи в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин